Первая поликлиника появилась в Новосибирске ровно тогда, когда было построено ее историческое здание на Серебряниковской улице. Этот дом считается одним из образцов архитектуры конструктивизма. И с тех пор, вот уже 95 лет, в нем лечат людей. Многие службы начинались в стенах нашей поликлиники, которые выросли в самостоятельные, большие, онкологические, смотровые, рентгенологические, рентгенологическая служба и многие-многие другие. И в этом году мы тоже решили вспомнить обо всем этом и что-то привести в порядок, что-то привести к историческому началу. Одна из приоритетных задач для руководства поликлиники – привести в порядок цокольный этаж. Он не так заметен посетителям, но очень значим для учреждения. Здесь расположены конференц-зал, склад медпрепаратов, размещены инженерные службы и другие подсобные помещения. Сегодня здесь двери, лестница, помещение соответствуют времени 1929 года. Фактически, если убрать вот эти все шкафы для переодевания сотрудников, это так, как было почти 95 лет назад. И двери в основном сохранены, те, которые еще были 95 лет назад. И пол, и вот эти вот стеклянные витражи в полу, которые задумывались ретекторами для того, чтобы освещать подвал светом, падающий с первого этажа. Ну, наверное, будет противоположный эффект в том смысле, что если задумывалось освещение сверху вниз, то мы теперь сделаем подсветку снизу вверх для того, чтобы подчеркнуть просто эту историческую деталь. Само здание поликлиники – это культурное и архитектурное наследие Новосибирска. Поэтому очень важно сохранить его первоначальный архитектурный облик снаружи и внутри. И даже несмотря на наличие современного рентгеновского крупного оборудования, в поликлинике все это удалось разместить в рентген-кабинете 1929 года. Тогда он был единственный в поликлинике и единственный в городе. И находил здесь всего один рентгеновский аппарат, на котором работал врач, который специально был приглашен в город Новосибирск для этого. Сейчас это современнейший кабинет, в котором находится компьютерный томограф, томограф компьютерный для стоматологии, рентгенологический аппарат на два рабочих места. Совсем скоро в цокольном этаже исторического здания начнется ремонт, и он станет выглядеть современно. Но какие-то артефакты ушедшей эпохи здесь постараются сохранить. А также более современный вид приобретет и городской центр клинической иммунологии, которому также необходим ремонт.